В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте! Сегодняшняя программа заключительная в телесезоне 2017-2018, и мы готовы подвести итоги. Самой популярной темой в этот раз стали трудовые права. Как раз с нее мы и начали сезон в сентябре. За месяц до этого прямо в здании прокуратуры был задержан учредитель Ритека Александр Кирбай. О том, что дела у Ритека идут не слишком хорошо, новгородцы поняли еще в конце февраля прошлого года, когда в фирменных магазинах «Эксперт» встречали не приветливых консультантов, а натыкались на объявления о закрытии. Одновременно начался ажиотаж. Обладатели подарочных сертификатов пытались обналичить когда-то ценные бумаги и купить в «Эксперте» хоть что-то, пусть и не слишком полезное. То же самое происходило и в соседних областях – Вологодской, Тверской, Ленинградской и Псковской. Но в наиболее безвыходном положении оказались сами сотрудники некогда успешной сети. Свыше 600 человек остались без работы. Ритек признали банкротом. И если тем, кто еще числился в штате, зарплату пытались выдавать, то уже сокращенным работникам платить было просто нечем. Задолженность по оплате труда на отчетную дату у Ритек составляет 12 миллионов 671 тысяч за февраль-май 2017 года, перед 400, тремя работниками организации. Как правило, с информацией данный долг образовался перед работниками организации в обособленных структурных подразделениях, правильно расположенных в разных регионах. Развязка была ожидаемой. 8 августа учредителя Ритека Александра Кирбаева задержали прямо в здании областной прокуратуры. В одно производство в настоящий момент соединены несколько уголовных дел возбужденных в отношении ВАЗ. С учетом тяжести совершенного преступления принято решение о применении в отношении ВАЗ, имея специальное принуждение. Но добавим, что задержка заработной платы – не единственное преступление, в котором обвиняется Александр Кирбай. В послужном списке злоумышленника также мошеннические действия с кредитными средствами Сбербанка и незаконное получение кредита. В апреле срок пребывания Кирбая под стражей был в очередной раз продлен – до 14 июля. А вообще, к началу этого года в списке предприятий-должников значились сразу 24 организации. Среди них небезызвестные Новгородский рыбный двор и Боровический эльбор, а весной в перечне отметились сразу несколько районных депов, Поддерский водоканал и ЗАО «Гвардеец». К маю общий долг крупных предприятий составлял почти 8,5 миллионов рублей. А если прибавить еще и долги малых, сумма выходит уже совсем неприятная – свыше 60 миллионов. Но все же есть и положительные моменты. Постепенно задолженность удается сокращать. Благодаря усилиям прокуратуры, менее чем за полгода было погашено почти 44 миллиона рублей и пресечено более тысячи нарушений прав жителей региона в этой сфере. В уходящем телесезоне программа «Право знать» пережила модернизацию. Теперь запись проходит в студии, а отличительной чертой стала постоянная рубрика «Разъяснение законодательства». В ней мы весь год отвечали на вопросы телезрителей по самым разным темам. От той же защиты трудовых прав до проблем ЖКХ. От аспектов избирательного законодательства до правил дорожного движения. Но иногда выпуски и целиком посвящались разъяснению норм закона. В ноябре в Великом Новгороде прошла научная конференция о работе присяжных заседателей. В нашей программе мы о нелегком труде обычных людей, оказавшихся в роли судей, рассказывали неоднократно. Но в этот раз у нас появился железный повод вспомнить о них вновь. С июня 2018 года институт присяжных стал работать в районных судах, чего раньше не было. Специалисты решили обсудить проблематику заранее, ведь трудности возникали и раньше, даже при элементарном формировании коллегии. Присяжными соглашались стать только 10% от числа приглашенных к участию. Тем не менее, необходимость присяжных в нашем регионе – вопрос решенный. Еще до 2018 ежегодно примерно 7 дел рассматривали именно они. Самой длительной подготовки в минувшем сезоне от коллектива программы потребовала тема материнского капитала. В этот раз мы заранее собрали вопросы от обладателей сертификатов, чтобы весь выпуск был посвящен конкретным проблемам при получении и реализации средств после рождения второго и последующих детей. Напомним, что в этом году программа мат-капитала была продлена. До 2021-го семьи страны смогут получать сертификаты в 453 с лишним тысяч рублей. Появился и новый способ их расходования в виде ежемесячных выплат наличными. А в декабре, когда отмечается День борьбы с коррупцией, в одном из выпусков мы рассказали о соблюдении антикоррупционного законодательства и о наказаниях за его нарушение, основываясь на самых громких делах последних лет. Вспомнили про приговор главе Лычковского поселения Николаю Аверкину, позволившему без разрешения занимать помещение в здании администрации одному из предприятий. Еще раз рассказали о фигурантах нашумевшего дорожного дела. Последний из них Николай Заколдаев в прошлом году был приговорен к восьми годам лишения свободы. Отметился в 2017-м и Евгений Ридзель, бывший заместитель главы регионального следкома. Ранее он уже был осужден за мошенничество, но позже срок лишения свободы увеличился до пяти с лишним лет. Его признали виновным и в покушении на взяточничество. Установлено, что в апреле 2014 года в интересах предпринимателя, который осуществлял перевозки нерудных полезных ископаемых по территории Новгородской области, Ридзель в интересах этого лица через третьего лица пытался передать 180 тысяч рублей должностным лицам отделения ГИБДД по городу Великий Новгород. Срок Евгений Ридзель отбывает в колонии общего режима. Помимо лишения свободы, ему также назначен штраф в почти 2 миллиона рублей и установлен запрет на работу в качестве представителя власти в правоохранительных органах на три года. Прошлый 2017 год в России был объявлен Годом экологии. Его итоги в нашем регионе были подведены на масштабном декабрьском форуме Валдае. Но для коллектива нашей программы, как и для специализированной природоохранной прокуратуры, темы, связанные с защитой природных ресурсов, остались приоритетными и с наступлением нового 2018 года. В начале весны районы Новгородской области начали подготовку к паводку. Прошлое дождливое лето и снежная зима подкинули немало проблем. Природоохранная прокуратура особое внимание уделила исправности гидротехнических сооружений. Дамба на реке Векша однажды уже не справилась с водным потоком, отчего ближайшая деревня оказалась затоплена. Уже счет гребень восстановлен, гидротехнические сооружения готовы к поводу ситуации. Вместе с тем, в ходе данного мероприятия мы проведем проверку в отношении собственника этого гидротехнического сооружения, это администрация подгощевского сельского поселения. Посмотрим, как ими выполняются все необходимые технические рекомендации, требования. И как раз здесь и обнаружились нарушения. Администрация забыла о преддекларационном обследовании. Сведения о сооружении не появились в российском регистре. Не был и рассчитан возможный вред в случае аварии на дамбе. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. А вот специалистам окружного Ростехнадзора вряд ли удастся отделаться так легко. Им грозит административное взыскание. А после сезона паводков пришла уже другая напасть – лесные пожары. В мае в регионе был объявлен пятый чрезвычайный класс пожароопасности. Более десяти раз насаждение приходилось тушить. В общей сложности пожары затронули площадь в почти пять гектаров. Ежедневно ведется авиа- и наземное патрулирование. На передовой сотрудники пожарно-химических станций. Они заточены на максимально оперативное реагирование. А обеспечить такую оперативность может каждый сознательный гражданин. Если вы видите, что, например, лесозагодовители на делянках допускают нарушения, заправляют технику, складируют мусор или не соблюдают правила при сжигании порубочных остатков, не забывайте сообщить об этих фактах в органы прокуратуры. Это поможет спасти не только природные богатства, но и уберечь от опасности имущества местных жителей, а главное – их здоровье и жизни. Одной из самых просматриваемых в минувшем телесезоне оказалась программа о спецоперации в городе Чудово. Ранним осенним утром туда нагрянули сотрудники прокуратуры, полиции, Росгвардии и ОМОНа, чтобы в итоге забрать с собой несколько местных жителей, скованных наручниками. Обитатели квартала на улице Загородная в Чудове к встрече гостей готовы не были, как и злоумышленники, скрывающиеся среди них. Основанием для этого послужил рост мошенничеств, совершенных с использованием сайта Авитору. В настоящее время фигуранты, причастные к этим преступлениям, установлены. Сегодня сотрудниками полиции произведено их задержание. В домах преступников были проведены почти два десятка обысков. Изъяты более 307 карт, свыше 60 банковских карт. Задержано 9 человек. Обнаружились и еще несколько нарушений законодательства. Одни находчивые граждане протянули кабели к электрическим столбам, но платить за потраченные ресурсы не планировали. Другие без разрешений поставили дома на самовольно занятых земельных участках. Судьбу таких строений решила тяжелая техника. Произошло в этом году и еще одно крайне неприятное событие, потрясшее не только Новгородскую область, но и всю страну. В Кемерове сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Погибло 60 человек, среди них 41 ребенок. По всей стране были незамедлительно инициированы проверки крупнейших мест с массовым пребыванием людей. Таких же торговых центров, учреждений культуры и спорта. Тотальная инспекция прошла и в Новгородской области и затронула почти 250 объектов. Всего по результатам проверок прокурорами выявлено 2267 нарушений закона, в целях устранения которых в суды направлено 35 исковых заявлений, внесено 160 представлений. В отношении должностных лиц возбуждено 73 дела об административных правонарушениях. И в настоящий момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности еще 91 хозяйствующего субъекта, руководители которых вызваны в органы прокуратуры. Четыре торговых центра по искам прокуроров оказались на грани закрытия. Это новгородский ДИЕС, квадратный метр и волна, а также Боровический фестиваль. В них обнаружили грубейшие нарушения, связанные в частности с планировкой путей эвакуации. И в завершении вспомним о еще одной новой традиции. Каждый месяц съемочная группа программы «Право знать» выезжала в районы области, чтобы на примере конкретных людей рассказать, как важно бороться за свои права. А они, в свою очередь, рассказывали нашим зрителям, что выйти из такой борьбы победителем вполне реально. Как минимум дважды героями наших программ в уходящем телесезоне становились дети-сироты, которые в течение долгих лет дожидались предоставления квартир. Решить эту проблему мирным путем удается только единицам. Большая часть получает ключи от собственных квадратных метров только после обращения в прокуратуру. Пока администрация кормила завтраками и ставила сирот в непонятные, непредусмотренные законом очереди, прокуроры готовили иски, по которым суды неизменно выносили положительные решения. Я спросил, на каком я месте, мне сказали на 12-й. Это уже прошло два года, я до сих пор не получал квартиру. Я пошел в прокуратуру написать, чтобы побыстрее дали, так как меня отчисляют, у меня негде жить. Я написал заявление, было три суда, администрация просила отсрочку. Последним было написано, что выдадут до декабря 2018 года. Снова удалось побывать в гостях и у жителей пролетария. Все в тех же хорошо знакомых нам домах по улице Елисеева. В прошлом году квартиру в одном из них, после обращения в надзорное ведомство, получили переселенцы из ветхого жилья, семья Петровых. Их старый дом, двухэтажный барак, признали аварийным еще в 2012-м. И жильцы намеревались терпеливо дожидаться расселения. Но все решил случай. В новогоднюю ночь здание вспыхнуло. Нового жилья Петровым и их соседям пришлось дожидаться в съемных квартирах. Или дома у родных. Надеялись на что-то. Всегда человек на что-то надеется. Ну что, вот. По истечении пяти лет, жалобами, предложениями, и там все, что касается, мы наконец-то такие получили. По истечении пяти лет. Ну, в принципе, срок небольшой для жизни, для нашей, для короткой. Вот. Так что, вот. Теперь мы получили благоустроенное жилье, слава богу. Вот. Будем благоустраиваться, пока хочется въехать. В принципе, чтобы все новое, как бы все. Будем жить, поживать, добра наживать. А весной нас встречали уже в Солецком районе жители деревни Любитова, которые на протяжении трех с лишним лет не видели на единственной к своему населенному пункту дороги ни дорожных работников, ни их главных помощников, грейдеров и экскаваторов. То, что именуется муниципальной трассой, по весне нельзя было назвать уже даже направлением. Это было месиво из воды и глины. В итоге прокуратура через суд обязала администрацию восстановить проезжую часть. И в апреле этого года требования были исполнены. Для большинства дачников, облюбовавших Любитова, новая дорога стала приятным сюрпризом и настоящим подарком к летним каникулам. Теперь можно не бояться вызывать сюда в случае надобности оперативные службы. Нет никаких проблем и с тем, чтобы самим добраться до райцентра, чтобы закупить продукты, лекарства и прочие необходимые вещи, а после с комфортом вернуться в деревенское лето. Все выпуски программы «Право знать» можно найти на сайте областного телевидения и в нашей официальной группе ВКонтакте. Следите за анонсами. А на сегодня все. Мы прощаемся с вами до осени и желаем приятного летнего отдыха, как можно больше положительных событий, эмоций и незабываемых впечатлений. До встречи в сентябре!